Певец Алексей Воробьёв У него очень преданный пёс, который не раз спасал его от депрессии Элвис у меня уже больше года Мне его подарила Екатерина Фон Гейшмановальдек Моя продюсер, моя мама и вообще моя семья Всё вообще на свете Подарила на прошлый день рождения, на мои 22 года Предыстория такова Я сидел в одной компании И там как-то, знаешь, все по парочкам так сбились А у меня всё время, ну, были девушки всё время Но как-то это всё было довольно мимолётно Очень быстро проходило, я не знаю почему И, короче, в этой же компании так получилось Потом приехала Екатерина Мы сидели, что-то ржали все вместе, что-то прикалываемся И я как-то на волне этого юмора Как-то решил сказануть просто Говорю, ну чё, не, ну это понятно Всё, вы сейчас сбились по парам, я-то, говорю, чё у меня И я сказал фразу, сейчас, когда она звучала А, я говорю, пора мне уже дома кого-то завести Либо девушку, либо собаку, сказал я Вот, Эл, я не собираюсь Нет, ты у меня будешь всегда, не волнуйся Вот И потом, в свой день рождения, я вот получил собаку Потому что девушки как-то раньше не приживали здесь Элвис – достойный представитель породы корги Ставший известный ещё в 10 веке Это одна из первых пастушьих собак По одной легенде, щенки были дарованы людям эльфами У которых эта порода использовалась в качестве ездовых С тех пор у всех корги на спине осталось отметено в виде седла Корги относятся к семейству овчарок Правда, довольно миниатюрных Это порода корги Я никогда не думал, что у меня будет собака породы корги Потому что я мечтал об овчарке Но Элвис тоже овчарка Но самая одна из старейших пород вообще овчарок Самая молодая, нет, старая порода овчарок Я думаю, что у меня будет большая собака Но в условиях города, в условиях квартиры Это, естественно, очень удобно Поэтому это издевательство над животным только А Элвису ему вообще побарабану где? Ему главное, чтобы он с хозяином был И это для него, ну правда, это вот Такие собаки, такая порода Им очень важно быть рядом с человеком Они очень любят общаться Ну, то есть они совсем очень Почти человек, только не разговаривает Правда, причем почти человек Интересно, почему такой энергичный пес Носит столь неожиданное прозвище? Я абсолютный фанат Элвиса Престы Уже много-много лет Я не могу даже сказать точно сколько У меня куча выступлений на DVD Ну, вот здесь весь дом в его плакатах И... Ну, вот я знаю, почему я его фанат на самом деле Потому что очень видно, когда артист на сцене Получает удовольствие от того, что делает И когда я смотрю выступления Пресли Особенно молодые Это настолько видно в человеке, да? Что человек просто излучает вот этот кайф Который он получает Просто от того, что играет музыка От того, что он поет И мне это настолько близко, что просто Я люблю очень рок-н-ролл А Элвис король рок-н-ролла Поэтому... Я не знаю Просто он офигенный парень Элвис – парень продвинутый У него даже есть собственная страничка ВКонтакте В нашу жизнь интернета вошел уже как неотъемлемая часть И у него появилась группа ВКонтакте Ну, вот Называется Элвис Мелвис – самый лучший пёс в свете Вот Я его называю Элвис Мелвис Я не знаю, почему мне это нравится Да что там страничка ВКонтакте? На счету у Элвиса Мелвиса две роли в кино Если я куда-то лечу на самолете Или если это какой-то очень большой переезд куда-то Где мне потом надо оставаться Но даже с собой в Ярославе или еще куда-то Я высажаю машину с собой Еду вместе с ним на съемки Это вот так вот я приехал с ним на съемочную площадку Это причем уже была вторая, по-моему, картина твоя По-моему, уже, да Была сцена, где было написано, что там по сценарию было фото То ли с попугайчиком, то ли еще что-то такое А все уже так прониклись к Элвису на съемочную площадку Что давали, сказали, а давайте пусть Элвис Пусть Элвис, да не вопрос Как же при таком безумном графике Можно выгуливать собаку А еще не забывать ее кормить и ухаживать за шерсткой Когда я уезжаю Здесь на территории есть охрана Которые очень любят Элвиса Они прям Плюс есть девушки, которые работают у меня в офисе Они периодически вообще просят Элвису им оставить Вот если я куда-то еду и говорю, что с собой нет Говорит, да ладно, ну зачем? Говорит, что ему в дороге, ему трястись Оставь, оставь нам, говорит Очень счастливая, мне кажется, судьба для собаки Потому что, ну, я еще не встречал ни одного человека Который бы вдруг сказал Ну, фу Все его так любят И это здорово, потому что Ну, потому что он счастливый Он вообще не знает, что такое Собака, которая ни разу ничего плохого от человека вообще не получала То есть он любит всех людей априори Потому что он не знает, что бывает что-то плохое Вот это здорово Элвис, как и хозяин, легок на подъем В любое путешествие он может собраться буквально за пару минут Еще у Элвиса есть вот такая прототипная миска Которую я всегда вожу с собой на съемки Если мы куда-то с ним едем Очень удобно, потому что вот так вот вроде баночка А тут раз Одна миска Вторая миска В одно еду, в другое питье Еда И вот здесь вот я ему Вот прям вот из этого чехольчика очень удачного В общем, у меня все всегда готово для того, чтобы Мы с Элвом куда-нибудь рванули Потому что вот в этом рюкзаке прям сразу ему еда Вот Я беру Засыпаю ее вот сюда Все, показываю сейчас Засыпаю еду вот сюда И все И мы уже готовы хоть на край света Ну что, день прошел не зря Теперь наша съемочная группа точно знает Как выглядит самая счастливая собака в мире Лучший друг и верный союзник Алексея Воробьева